Давай, ты его уже почти дожал! Ну, еще чуть-чуть! Меняй хватку! Эх, люди в этой зобаве понимают не больше, чем я в тролльских бабах! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты знаешь, что его создал чародей? Догадываюсь. И что с того? Я должна чувствовать себя виноватой? Извиняться за какого-нибудь безумца? Не собираюсь. А ты откуда знаешь, что это чародей? Не знаю. Просто предположил. Если мы будем работать вместе, нам надо познакомиться поближе. Ты так думаешь? Ну, давай познакомимся. Ты подруга, Трис? Подруга? Скорее, коллега. Мы просто знакомые. Впрочем, я знаю всех ведущих чародеек Севера. Нас не так много. Поэтому мы стараемся помогать друг другу. Что это такое? Выглядит впечатляюще. Мегаскоп. А что он делает? Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. Скоро я буду готов. Надеюсь. До свидания. Продолжение следует... Имбаэльк. Уже почти год. Мориль была бы рада такому дню, Сегерим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. Я пытаюсь. Я до сих пор не понимаю. Почему ее исчезновение породило столько ненависти? Не позволяй другим, Сейдхи, отравить твою память. Ненавидят те, кто пытается скрыть свое бессилие. Спасибо тебе, Седрик. Вафаэль? Вафаэль. Ты, Седрик? А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Мерригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Седрик, смотри на меня. Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? Я хочу заработать пару аренов. Тут никакой работы для ведьмака не найдется. В этом лесу для ведьмака всегда найдется работа. Чудищ тут очень много. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ты знаешь, почему они здесь собираются? Проклятые места всегда притягивают всякую гнусь. Тут, на поляне в лесу, раньше стоял дом, в котором держали умалишенных. В последнюю войну с Нильфгардом его спалили дотла. Безумцы заживо сгорели в своих кельях. А над развалинами с тех самых пор висит проклятие. Недавно двое смельчаков решили туда залезть. Ни один не вернулся. Расскажи побольше о самом доме. Это старая усадьба. Ее превратили в приют для скорбных разумом. Во время войны безумцев хватает. И с каждым днем становится только больше. Жрец Мерцей запер их там и заботился о них. Попробую отыскать тех двоих, которые пропали в разваленных сумасшедшего дома. Если найдешь их, думаю, тебя щедро наградят. Они сами или их семьи. Попытка не пытка. Я хочу тут у вас поохотиться. Может, дашь какой-нибудь совет? Я не ведьмак. Ставлю силки, капканы. Пытаюсь держать накеров подальше от бендюги. Вот и все. Меня интересует дичь покрупнее накеров. Старик? Кейрон? Неужто Лореда наконец раскошелился? Слушай, не мне тебя учить, с какого конца за меч держаться. Вы, ведьмаки, дадите фору кому угодно. Но если у тебя есть деньги, я тебе помогу. И чем же? Соберу тебе капкан или ловушку, чтобы обездвижить жертву. Или манок, завести чудище в засаду. Что угодно. Если уж я могу добить накера, попавшего в мою западню, Ты и подавно справишься. Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сигерим думает, что ее забрал лес. А ты? Мориль просто исчезла почти год назад. Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули. И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств, я стараюсь доверять предчувствию. А оно говорит, что лес не забирал Мориль. Почему ты не скажешь об этом Сигериму? Это не имеет значения. Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться. Ни я, ни Сигерим не сможем этого изменить. Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу. А точнее? Я уже стар, даже по эльфским меркам. Но этот лес гораздо старше. Я живу в нем много лет и просто понимаю его. Не могу этого объяснить. Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются. Ты помогаешь людям. Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет. Пожалуй, зайду, когда ты протрезвеешь. Вы, ведьмаки, живете очень долго. Может, и дождешься такого дня. За что сражаются с Каэтаэли? Ты о стариках, которые мечтали вернуть было величие нашей расы? Или о молодых, которые дерутся за жизнь и жаждут мести? Отряд Йорвита – это первые или вторые? Они считают, что они независимы, и что они действуют единственно возможным способом. На деле они лишь тень былого величия Аэн-Сейдхи. Они до конца цепляются за свою мечту. До того мига, когда меч или петля обрывает их жизнь. Или до тех пор, когда они вдруг понимают правду. Это порой хуже смерти. Я собираюсь убить Кейрона. Говорят, ты можешь мне помочь. Смотря какая помощь тебе нужна. Мне нужны сведения. Надо было убивать его много лет назад. А теперь... Теперь не знаю. Он такой огромный, что с трудом в реке помещается. У него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура. Раньше он жил на болотах в притоке Понтера. Это дикие места. Да, даже с Каэтаэлли туда не заходит. Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдёшь. Куда идти? Сначала на юг, вглубь леса. Потом повернёшь на восток и вернёшься к реке. Там будет разрушенный мост Аэн-Сейдхи. Под ним и лежит остров корабля. Спасибо, Седрик. Удачи! Как хорошо, что ты здесь. Как хорошо, что ты здесь. Больше ты никого не продашь. О чём ты? Я не понимаю. Комендант Лоредо, тебе всё объясни. Что здесь происходит? Это Курва, шпионка скотаелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она всё время торчит в гарнизоне и пристаёт к нам. Родрик говорит, что трахнул её. Только я вот не верю. Да я трахнул. Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врёт, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите? Подождите меня на пристани. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... Интересно, что осталось от корабля, о котором говорил Седрик? Если на корабль напал Кейрон, то, боюсь, осталось немного. На счастье, нас интересуют только следы чудовища. Продолжение следует... Как хорошо, что ты здесь. Продолжение следует... Видишь следы? Да. Скверное место для прогулок. Если только ты не ищешь острых ощущений. Медальон о чем-то предупреждает. Продолжение следует... Старые знакомые. Аж слеза наворачивается, да? Посмотрим следы Кейрона и надо убираться отсюда. Баран, набитый серой и прыткий сапожник. Прям как в восточных сказках. Только вот с Кейроном такое не пройдет. Продолжение следует... 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 Геральт из Ривии? Здравствуй, сынок. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Вы заходите, нет? Слушай меня внимательно. Я офицер, а ты мелкий прощелыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. С таким войском Лоредо даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йора-это? Ну, пока Местон держится, не бери в голову, Роше. Гарнизон гниет, а этот конь попойки устраивает. И ты предлагаешь на это смотреть? Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? О, да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать два выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я знавал того, кто разбирался. А, неважно. Надо вывести ее из строя, иначе мы все будем зависеть от прихоти Лоредо. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтеру без ведомой согласия Лоредо. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Давно я так хорошо не развлекался. Эта вот пьяная голодьба должна защищать людей от белок. Это обычная деревенщина, которую впихнули в мундиры. Чтоб твою мать. А краса налет ему выставила ножку. Чтоб твою мать. Что ж ты, пиндюк, меня сверлишь глазами. Чтоб твою мать. Вот я пойду, настучу твоей маме. Чтоб твою мать. Ладно. Спели. Теперь, может, развлечемся? Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Если у дяди денег хватит. Меньше, чем за десять аренов, я и ухом не поведу. Чего надо, уродец? Уродец? Ну, ты, прямо скажем, не красавец. Но? Не расстраивайся. Женщины таких любят больше, чем гладеньких мальчиков. Но ты все-таки ужасно страшный. Не хочешь развлечься? Сейчас не могу, но я найду тебя в городе попозже. Как тебя зовут? Маргарита. Я хотел устроить сюрприз моему приятелю. Видишь, вон того грустного парня у баллисты. На днях один козел хотел, чтобы я ему стихи читала. Я таких глупостей не люблю. Я имел в виду нечто более обычное. И что надо делать? То, что ты умеешь лучше всего. Ладно. Только отведи его подальше от баллисты, когда будешь им заниматься. Тогда придется доплатить. Как это? За дополнительные услуги надо доплачивать. Такие правила. Будь по-твоему. Услуга за услугу? Пожалуй, ты можешь кое-что для меня сделать. И что же? У Лореда есть два халуя. Мирон и Альфонс. Если ты надерешь им задницу, я даже отсосу у тебя. Я уже и так наделал дел во время казни. Не нужно никаких драк. Просто унись их как-нибудь. Это запросто. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Чего надо, старик? Хочу побороться на руках. А мне что с этого будет? Ничего, ты проиграешь. А если выиграю? Будешь всем говорить, что победил Ведьмака. Так ты, значит, и есть, Геральт? Серый волк? Вроде того. Ну ладно, понеслась. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Чтоб тебя. Старый пень меня одолел. Пойду поем. Надо подкрепиться. Если у дяди денег хватит. Меньше, чем за десять аренов, я и ухом не поведу. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. Я люблю выродков. А я не люблю тупых мясников. Чего надо, мутант? Давай поборемся на руках. Ненавижу мутантов. Я тебя раздавлю, урод. Это мы еще увидим. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Если у дяди денег хватит. Меньше, чем за десять аренов, я и ухом не поведу. Ненавижу паршивых мутантов. Да ты уже говорил. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Мирон и Альфонс. Ты проучил их? Ясное дело. Ладно. Пойду займусь этим придурком. Лучше только у Камелька и с водкой. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. И правда. Хочешь расслабиться, угрюмый ты наш? Я на службе. Да ладно. Все твои друзья отлично проводят время. Чем ты хуже их? А ведь и верно. Пойдем-ка. С такими сиськами ты все демерю. Давно я так хорошо не развлекался. А, еще бы. А это узнаете. Вышел молоденький эльф на дорожку, Чтоб твою мать. А краса надают ему выставила ножку, Чтоб твою мать. Что ж ты, пиндюк, меня сверлишь глазами, Чтоб твою мать. Вот я пойду, настучу твоей маме, Чтоб твою мать. Ладно, пели. Теперь можно включить. Лореда занят. У него эта ведьма, Шиала. Позже заходи. Геральт, идем-ка. Надо поговорить. Сиятельная госпожа Я его отвлеку, А ты попробуй пробраться на задворке. Надо бы узнать, что они так стерегут. Простите, Милздери. Я случайно услышал ваш разговор. Что надо? Собственно, у меня к ведьмаку есть дельце. Я тут кое-что предложить хотел. Ну, давай послушаем. Я так понимаю, Вы сюда не для собственного удовольствия явились. Правильно понимаешь. Вы уже слыхали что-нибудь о чудище в реке? Да, что-то такое слышал. Можно предположить, Что рано или поздно Вам его наверняка закажут. Таким образом, я допускаю, что... Хватит уже допускать. Выкладывай, наконец, в чем дело. Наш благородный господин Располагает частью ловушки, Приготовленной специально для этой бестии. Так. За домом находится склад. Лоредо держит там вещи, Реквизированные у купцов и путников. И добра там очень много. Но ты знаешь, где именно искать эту штуковину? Именно так. Я видел, как солдаты коменданта Выносили это устройство в сад. Они поставили ящик на платформе У самой стены, со стороны ремесленного квартала. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Потому что надо как можно скорее Избавиться от этого чудища. Удачи! Так, стражника я беру на себя. А ты попробуй пробраться во двор. Ага. Гениально. Мелкие гребаные. Уж я-то знаю... Боец, доложи обстановку. Да и сделай что-нибудь. Хватит уже языком молоть. Слишком мы с ними цацкаемся. Скоро у нас гранит... КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ты хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародейка. Я управляю Флотзамом много лет. Флотзамом правит страх перед Йорвитом. Этот страх правит и тобой. Я уже сказал, что мне нужно. Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку. Ох, комендант, однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника. Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел. Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму. Хватит. У тебя в голове помутилось от страха. Подумай над тем, что я сказала, и дай ответ, пока не поздно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Белки гребаные. Уж я-то знаю, как их приструнить. Умный нашелся. Ты сделай что-нибудь, хватит уже языком молоть. Слишком мы с ними цацкаемся. Скоро у нас в гарнизоне и солдат-то не останется. Слышали? Слышали? Тут к нам двое важных господ заявились. Чего там выбирать, которые взялись, эти скотаели? Интересно, чего хотят. Вырезать их всех до одного, вот и будет покой. Вот и вырежешь одних баб с пацанятами. Ну и славно. Из пацанят белки-то и берутся. А как не будет баб, так и пацанята закончатся. Перестаньте чушь городить, а то я пойду. Он мне сразу не понравился. Лореда хранит здесь... Подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападения Йорлита. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали. Но мне кажется, Лореда пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Давно я так хорошо не развлек... А, еще бы. А это узнаете? Ходи, тебя ждут. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам. Значит, никуда ходить не надо. У нас приказ пропустить Ведьмака и никого более. Сучий потрох! Ладно, хочешь по-плохому, будет по-плохому. Только без скандалу. Не то вызову подкрепление. Не нужно. Передай Лореда, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Роше. Ладно, спели. Теперь, может, развлечем. Ты к коменданту? У меня к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и ты. Наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Дело паскудное. Но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? Скаэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорви, ты действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше! А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. А когда они начинают действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Когда-то эти леса принадлежали эльфам. И они как раз людей считают бандитами. Избавь меня от этого бреда. Старшие расы, старшая речь, в гробу я их видел. Сейчас они жгут наши поселения. Травят колодцы и убивают людей на большаках. Ты просто не понимаешь. Это ты чего-то не понимаешь, Лоредо. Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Здесь война. И верхом на заборе не усидишь. А эльфы и краснолюды из Фактории? Кузнецы, торговцы, звероловы? Они охотятся, едят и спят вместе с людьми. На чьей они стороне? Не знаю. О том и речь, ведьмак. Когда дерешься за жизнь, нужны только надежные союзники. Не люди Флодзама. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Но кто знает, что будет, когда Йорвид позовет их на последний бой. Разве они не доказали своей лояльности? Они прячутся от Йорвида за стенами. Но они его понимают, ведьмак. Его язык, его методы, его веру. Мы позволяем им жить среди нас, а они однажды перережут нам горло и откроют ему ворота. Мне не по себе от таких разговоров. Ты ведьмак. Твоя задача – защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот Йорвид не лучше. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. И я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя... Однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха! Не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту. Я ведьмак. Задаром не работаю. Само собой. Если поможешь поймать командира с Хаэтаэлей, получишь сполна. Во флотзамской казне хватит аренов, чтобы заплатить ведьмаку. Я попробую что-нибудь разузнать. Я верю, что ты принесешь флотзаму мир, хотя ты сеешь бурю везде, где появляешься. Не подведи этот городок, Геральт. Бывай. Бывай. Чертв. Я верю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...